Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, друзья, сегодня день памяти апостола Фомы, первое воскресенье после Пасхи. Вы помните, что Господь явился ему особо? Десять учеников были вместе. Когда Господь, победивши смерть, пришел к ним и сказал «Мир вам!». Драгоценные слова. Он принес в души человеческий мир. Тот мир, который сейчас и к нам приходит. И вот он с ними беседует и посылает их проповедовать Слово Божие. А одного среди них нет – Фомы. И когда он приходит, все бросаются к нему и говорят «Брат наш Фома! Мы видели Господа, мы видели Его живым, воскресшим, мы прикасались к Нему». Видимо, такая боль и, может быть, обида в сердце Фомы вскипела, что он сказал «Не верю». Хотя ему говорили десять человек, его братьев, он сказал «Не поверю, пока я своими руками не потрогаю его ран, не буду осязать его тело, ожившее вновь». И вот проходит время. Снова собрались ученики, заперли двери, потому что боялись преследований. И внезапно снова раздается знакомый голос – голос Иисуса. «Мир вам!» И он стоит среди них. И первый, к кому он обратился, был Фома. И Иисус говорит «Фома, дай твою руку, прикоснись к моим ранам, удостоверься, поверь». И Фома, потрясенный, пал пред ним со слезами и произнес «Господь мой и Бог мой». А Иисус сказал ему «Вот ты поверил, потому что увидел, но счастливы те, кто верят, не видя». «Кто же это?» «Не видевшие, но верующие». Это и мы с вами. Мы не видели Господа во время Его земной жизни, но мы видим Его своими духовными очами. Он живой среди нас, и нам не надо прикасаться к Нему. Сколько было людей, которые видели Его собственными глазами, слышали Его Слово, шли за Ним по дорогам и не поверили, потому что сердце их не отозвалось на зов Христов. А мы с вами, мы с вами на этот зов пытаемся отозваться. Слабые, немощные, разные, все пришли к Господу со словами «Господь мой и Бог мой». И стоит только это сказать, как будто, как мы будто бы действительно осязаем Господа, потому что все, что нас окружает, от Него и все Его. Мне вспоминается один ученый, который много лет провел над изучением цветов, деревьев, трав, вообще растений и животных. Все это Он записывал и составлял огромные списки, которые и через 300 лет, и до сих пор во всем мире используются. Когда Он закончил свой труд и описал живые создания, Он сказал, «Бог прошел мимо меня, я осязал Его в Его творении». И в самом деле, солнце над нами есть око Божие, дыхание ветра – голос Божий, все законы этого мира – законы Божии. Все превратности и повороты нашей судьбы – это тоже Господь, а может, и Его попущение. Мы Его осязаем и видим и в молитве, и в Священном Писании, и в Таинствах. Когда святая чаша выносится к нам, это живой, реальный Господь, который присутствует здесь, в этом храме, как и во всех храмах Земли, и не только в храмах, всюду, где люди молятся Ему. Далеко на севере, в пустынях и горах, в многолюдных городах, где скопище миллионов людей, всюду есть души, обращенные к Господу. И они Его видят, осязают. Поэтому они счастливы, блажение во сто крат в сравнении с теми, кто жил две тысячи лет назад, кто видел своими глазами, но не поверил в Него. Господь с нами. Он здесь, живой, воскресший, дающий нам благословение. И мы сегодня вместе с Его апостолом Фомой перед Ним склоняемся и говорим «Господи, Ты передо мной живой, Господь мой и Бог мой». Христос воскресе! Воистину воскресе, Христос! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok